рыбку мышкой Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Вадим Комиссаров и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line Один из аксессуаров, который зачастую бывает необходим рыболовам, это весы Самый распространенный вариант взвесить свой улов или оценить без пойманного трофея И для этого у многих фирм есть различные модификации этих устройств Сегодня в нашем обзоре представлены весы безмен от итальянской компании Stonfa Давайте поближе их рассмотрим Всего в линейке есть две модели Именно этот компактный инструмент имеет длину 10,5 см и весит всего 18 граммов То есть он легко поместится как в кармане куртки или штанов, так и в небольшом кармашке рыбарской сумки И все время будет под рукой Корпус изготавливается из белого пластика В верхней части находится отверстие диаметром 2,5 см С его помощью весы можно подвесить за что-нибудь или удерживать рукой, надев на палец Внутри кольца мы видим металлическое колесико, предназначенное для выравнивания шкалы на нулевой отметке Далее идет корпус инструмента В нем расположен пружинный механизм То есть это механический девайс С передней стороны имеется контрастная черно-белая шкала с прозрачным окошком Через него мы можем наблюдать за показаниями прибора Градация составляет 100 граммов С левой стороны указанный вес в либрах, а справа в более привычных килограммах У этой модели максимальным значением является 3,5 кг Снизу находится металлический крючок, которым рыба подвешивается под жабру или находясь в таре Отметим, что для защиты крючка от поломок он надежно укрывается в специальном пазу на время хранения Еще в таком положении он не сможет порвать матерчатый карман и испортить вещь Итак, мы берем безменс тонфа, цепляем в свой трофей и измеряем его вес Ну а после взвешивания и фотосессии можем спокойно отпустить рыбу в родную стихию Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Спилинг Лайн Субтитры подогнал «Симон»